Дороги в Швеции самые безопасные в Евросоюзе. Для сравнения, показатель смертности в ДТП в Швеции в пять раз ниже, чем в России. 25 и 129 оборвавшихся жизней на миллион населения соответственно. Но этот видеоблог не о цифрах, а о том, что делают шведы для предотвращения дорожных трагедий. В Швеции считают, что за безопасность на дороге в ответе не столько участники дорожного движения, сколько люди, создающие дорожную систему, например, те, кто проектирует дороги и перекрестки. Ответственность за безопасность автоматически ложится на нас, создателей дорожной системы. Ведь люди делают ошибки. У нас есть молодежь, пожилые люди, есть разные люди, которые совершают самые идиотские поступки на дорогах и улицах. Этот подход – часть шведской стратегии Vision Zero, в названии которой зашифрована долгосрочная цель – свести дорожную смертность и серьезный травматизм к нулю. Вот конкретный пример планирования по-шведски. Это дорога, по которой я ехал в городок Бурленге на интервью с Матсом Оке из транспортной администрации Швеции. Каждые пару километров есть две полосы для безопасного опережения. Но самое главное – от лобового столкновения вас защищает барьер из металлических тросов. Эти металлические тросы очень хорошо работают. Как будто бы вы ставите дополнительные ремни безопасности вне автомобиля. Они в самом деле очень плавно тормозят машину. Такие дороги в Швеции называют «два плюс один». Их построено уже свыше трех тысяч километров. Они более чем на 90% безопаснее традиционных двухполосных дорог и обходятся шведам в разы дешевле автомагистралей, которых, конечно же, тоже хватает. Теперь пару слов о перекрестках. Допустим, у вас есть классический четырехсторонний перекресток. Традиционный подход для решения вопроса безопасности – это установка светофора. Он снизит количество аварий. Но те, которые произойдут, будут очень серьезными. Ведь классический сценарий – кто-то по ошибке едет на красный. И из-за высокой скорости и большой кинетической энергии результат часто трагический. Но если вы сделаете круговой перекресток, количество аварий может немного возрасти. Ведь проезжать круг сложнее. Но ДТП будут более легкими, так как перед кругом водители сбрасывают скорость. И в самом деле, кругов в Швеции очень много. А в том же Бурленге можно видеть отдельно спланированную систему дорог для велосипедистов и пешеходов. Разделение потоков движения, а также контроль скорости – основные стратегии для городской среды, говорит мой собеседник. Если вы незащищенный участник дорожного движения, пешеход или велосипедист, и вас сбивает машина на скорости 50 км в час, то риск погибнуть у вас около 80%. Но если скорость автомобиля 30 км в час, риск у вас менее 10%. Когда в конце 90-х годов мы начали объяснять это инженерам-дорожникам по всей стране, то это было для них прямо открытие. Это очень новое для них. Или же возле круга, где водители также вынуждены снижать скорость. На обычных двухполосных дорогах мне часто попадались камеры безопасности движения, но они не включены все время. То есть, если вы нарушили раз или два спокойствия, но будете нарушать систематически, шансы на штраф повышаются. Когда вы подъезжаете к камере, то реально не знаете, включена она или нет. И по большому счету, что мы хотели сделать этими камерами? Напомнить людям о скоростном режиме. Мы не хотим ловить водителей при помощи этих камер. Кстати, позвольте личное наблюдение. За двое суток путешествия по Швеции я ни разу не видел лихачей. Интересный факт по поводу алкоголя. В Швеции пойманному в нетрезвом виде водителю могут предложить сохранить водительские права. В обмен на периодический контроль у врача и установку в машине системы AlcoLock. Она не позволит завести автомобиль, если человек не пройдет тест на алкоголь. Наша цель, чтобы подобная технология была во всех автомобилях, а не только у тех водителей, у кого есть проблемы. Например, сейчас 90% всех школьных автобусов в Швеции оборудованы такой технологией. Мы думаем, что в будущем какая-то похожая система будет устанавливаться в каждой машине для предотвращения вождения в нетрезвом виде. И это будет такой же обычной вещью, как ремень безопасности. Для анализа дорожной смертности и травматизма в Швеции учитывают не только данные полиции, но и собирают информацию со всех больниц страны. Для нас важно делиться философией Vision Zero с другими странами. Много интереса к тому, что мы делаем. И это также хорошо для нас, ведь когда другие страны начинают работать в этом направлении, то у них могут возникнуть новые идеи, которые мы тоже можем использовать. В общем, друзья, надеюсь, вам было интересно. Но также я очень надеюсь, что интересно будет это видео посмотреть людям, которые связаны с принятием решений в вашем городе или в вашей стране. Поэтому не стесняйтесь репостить и берегите себя. Меня зовут Богдан. Увидимся. Пока.